Всем большой привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист, и вы попали ко мне на канал YouTube в новый шоппинг-влог. Этот шоппинг-влог будет необычный, потому что снимать я его буду сразу в нескольких брендах. И не просто в каких-то брендах, а брендов классных российских дизайнеров. Эти бренды создают реально классную одежду, и я уверена, что кто-то из вас о них слышал. Но я точно так же уверена, что далеко не все и не про все эти бренды. Важный момент! Это видео не спонсировано ни одним из брендов. Поэтому сегодня я с вами буду делиться, как и всегда, своим честным, непредвзятым мнением. И если вам хочется посмотреть, что делают наши российские дизайнеры, то оставайтесь со мной и давайте начинать! А сейчас я вместе с вами приехала в замечательный российский бренд Ушатава. Девочки, насколько я знаю, из Екатеринбурга. У них на плечиках можно увидеть, что работают они с 2015 года. И это бренд с абсолютно уникальной вообще философией, эстетикой. У них все очень лаконичное, чистое, минималистичное. Но при этом, учитывая современную моду, это супер актуальные вещи. Актуальный крой, актуальные цвета, палитры. И вообще я вам скажу, что само пространство очень стильно оформлено. Здесь комфортно находиться. Давайте более детально, как и всегда, посмотрим сначала, что есть в зале. Например, вот такая вот костюмная группа из грубого материала. Нужно будет найти, что здесь за составчик такой. Потому что по ощущениям, по фактуре это напоминает вообще прям вот грубую-грубую. Такое, видите, с какими даже, казалось бы, дефектами. Но это такой специально сделанный материал, мешковина. Вот здесь брюки от этого костюма, это лен такой, выделки. Очень интересно смотрится, прям самобытно. Потрясающие платья, актуальные сейчас на лето, свободные летящие фасоны. Это хлопок, он очень приятный, что здорово. Есть еще карманы, я вижу, наверное, мы с вами примерим вот такое вот облачко. Очень красивый небесный голубой цвет. И здесь целая линейка в нем выполнена. Без хлопка, например, есть вот такой вот еще интересный топ. Смотрите, как сделан край. Он необработанный. И это вот такие вот все вот эти моменты необработанности, натуральности. Это трейдмарк, прям такая черта, характерная для бренда. Вот это платье еще должно очаровательно смотреться. Оно на тонких бретелях. Это тоже хлопок сверху собрано на резиночку. Но у него такой крой, как кокон. То есть здесь есть специальные защипы застроченные. Кармашки, кстати, у него тоже есть, что будет образовываться такой бочоночек. Базовое платье, комбинация струящегося ткани, струящегося материала, такой креповой фактуры. И аналогично голубому облачку есть точно такое же черное. У Шатава славится. Я напомню, что видео не спонсировано. Я просто читала, изучала про все бренды, про которые буду вам рассказывать. Не стандартным, не банальным кроем. Например, вот здесь вот у нас, казалось бы, платье-рубашка. Вот такое вот длинное супатное застежка. Спрятаны все кнопочки. Но при этом рукава вот так можно полностью распахнуть, расстегнуть. Это будет очень эффектно смотреться в динамике. Вот здесь аналогичное платье. Может быть, в этом цвете будет лучше понятно. Аналогичное черному. Вот они, эти рукава на кнопочках, которые можно расстегнуть. А так просто базовое, лаконичное, аскетичное даже немножко платье-рубашка. Посмотрите, кстати, какая очаровательная обувь. Такие вот меховушечки-тапочки. Тапки мы сейчас носим активно на улице. Это один из трендов. И вот такие вот мигусечки тоже есть. Продолжая тему интересных вещей, есть, например, вот такая вот баска. Из Неприэна. Очень креативно. Можно добавить ее, например, поверх вот таких вот, казалось бы, прозрачных брючек. Потому что, видите, они прям прозрачные. Но если мы сверху поставим баску, возможно, она прикроет. Надо пробовать. Такой вот есть кардиган тоже из прозрачной ткани. Жакет, брюки. Брюки тоже из неопрена. Ну, на жару это, конечно, too much будет. Ой, смотрите, есть вот такая очень красивая фактура. Это корсетный топ. Напоминает прям, не знаю, морскую пену. Шорты, трусы актуальные сейчас. Опять же, все это носите на улице. Очень классная вот эта блузка. Это органза. Красивый декор. Красивый узор по этой блузке идет. Конечно, это носится вторым слоем на какой-нибудь нейтральный топ. Здесь у нас юбка. И вот еще шикарная такая юбка. Тоже вторым слоем ее надеваем. Хоть на брюки, хоть на юбку. Девочки, начинаем мериться. И смотрим вот это вот божественное, обезразмерное платье облака. Ушатави. Почему-то мне кажется, я, конечно, тут еще взяла вещи отмерить, что вот итоговая моя рекомендация будет, если взять одну вещь, то какую, то это будет вот это платье. Оно просто очаровательно. Сейчас я вижу, что камера чуть желтит. Постараюсь потом подкрутить настройки, чтобы вы видели реальный его оттенок. Это достаточно нейтральный и не слишком синий-голубой. И абсолютно точно не желтый-голубой цвет. Он подает вообще всем. Замечательное платье. На летнюю жару, на летнюю прохладу. Для девочек в положении, знаете, тут можно, по-моему, в глубоком положении это платье носить. Есть карманы, которые абсолютно не видно. Замечательно. Натуральный хлопок. Рукава на резинке. Я их чуть-чуть подтянула, добавила еще больше объема. Можно их опустить в полную длину. На мне размер XSS. Но, по-моему, здесь вообще размер не имеет значения, потому что, на мой взгляд, абсолютный one-size. Платье просто любовь. А еще при желании вы можете вообще вот так вот опустить плечо, потому что это просто резинка. Вы никак его не растянете и не испортите. И ходить с открытыми плечами. Это очень здорово. Здесь настолько объемные рукава, что, в принципе, даже девочке, у которых широкий плечевой пояс, обычно вот такой прием не рекомендуется, если у вас фигура перевернутый треугольник. Но здесь такие широкие рукава и, в принципе, платье широкое, что не будет видно, что у вас очень узкий таз и широкие плечи. Можно носить вот за счет того, что такое кроет любому типу фигуры. И вот это платье-рубашка с рукавами. Здравствуйте, я черный плащ и летучая мышь. Очень лаконично. Здесь вот нет карманов. Я всегда ищу карманы. Кстати, еще какая-то здесь есть кнопка. Надо спросить у девочек, что они хотели этим сказать. Очень интересно. Очень комфортно, на самом деле. Знаете, вот на жару вроде как все дышит, а при этом руки закрыты. Идеальный вариант для офиса, на мой взгляд. Оно есть точно, вот как я вам показывала, в бежевом цвете. В голубом, по-моему, нет. Но вот это вот черное. Ну, конечно, в жару в черном тяжело, но сам вот этот крой берите на заметку. Это очень классная находка. И жакет не нужен. И при этом вам не жарко. В общем, мне прям понравилась задумка. А так лаконичное просто платье-рубашка. И еще, девочки, покажу вариант для смелых. Даже не спрашивайте, можно ли так одеть в офис. Я думаю, все понимают, какой ответ. Во-первых, на мне, по-моему, такая идея, ну, я лично видела только в этом бренде. Понятно, что есть много подобных вещей, но именно чтобы это было сделано готовым продуктом, а не просто отрезом ткани или там вы парео замотали. Я и слышала раньше и видела, что в ушатаве есть вот такой платок. Он называется у них платок коса. Он огромный. Просто это, по сути, огромный кусок вот такого атласного шелкового материала. И вы можете его по-разному заматывать. На мне сейчас один из таких трендовых вариантов, когда вокруг шеи делается петля, и дальше на груди внахлёст идут ленты. Можно расположить, как вам удобно. В общем-то, ну, не под любой, конечно, объем груди. Это можно сделать лучше с небольшой, потому что здесь никакой особой поддержки не будет. Но, тем не менее, сзади как-то примерно вот так это выглядит. И спереди мы вывели вот такой вот бант. Мне бы могла завязывать девушка-консультант. А внизу на мне совершенно шикарные шелковые, шелковистые брюки с вот таким вот разрезом. Это брюки-палаццо. Они супер длинные. С моими метр семьдесят. Вы можете видеть, какой еще запас ткани остается на полу лежать. Поэтому, ну, конечно, жалко такую шикарную вещь, такую замечательную ткань просто растоптать по асфальту. Это нужно подрезать. Либо носить с каблуком. Но я такой комплект вижу не с каблуком все-таки, а именно с плоским ходом, потому что это дает особый шик, особую расслабленность образу. Это смотрится очень круто. И на самом деле в движении разрез этот практически не виден. То есть, ну, вот до такой ситуации доходить у вас вряд ли это будет. Но все проветривается. Вот так вот игриво есть такой вот разрезик. Это очень приятно к телу. И это действительно очень красиво. Продолжение следует... И покажу вам еще, девочки, на себе вот такой вот костюм с шортами из того самого супер грубого лена, похожего больше на мешковину. Но вы знаете, я практически уверена, что не все, наверное, поймут и оценят этот костюм. Даже не столько из-за специфического материала, сколько из-за его кроя. Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас, девочки, мы с вами в гостях у одного из самых нереальных, топовых, люксовых, премиальных брендов среди российских дизайнеров, среди российских брендов. Это Юлия Уэйв. На саму Юлю я подписана достаточно давно лично. Я слежу за тем, что делает она, что создает ее бренд. И я вам, конечно, скажу, что это нереально круто. Таких вещей, такой подачи, вещей такого качества бренда с такой концепцией, с такой подачей на российском рынке, другого нет. Когда все продумано до мелочей, когда внимание уделяется даже самым незначительным деталям, и когда бренд создает не просто вещи, а создает вокруг себя целый лайфстайл. Здесь представлена не только одежда, есть еще и линейка украшений также. У меня абсолютное ощущение, что я нахожусь не в российском бренде, знаете, как вот принято представлять это себе, а в Сен-Лоран, не меньше. Посмотрите просто, внимание деталям. Здесь можно посмотреть образцы материалов, пожалуйста, кожа, шерсть, трикотажка, еще кожа, разная выделка, очень красивые оттенки, икристое. Я полагаю, что можно сделать под заказ из этих образцов вещи, которые вам интересны. Давайте посмотрим, что есть, и пойдем, естественно, примерять всю эту красоту божественную. Вот здесь вот коллекция самая новая. Обязательно посмотрим костюм брючный из самого трендового, главного цвета этого сезона. Здесь много-много позиций, еще вот тут вот висит трикотаж. Просто обалденные свитера. Обязательно вам буду показывать составы, цены, естественно, потому что наша задача посмотреть в комплексе. Вот этот вот слоган Act like a lady, play like a beast. Это слоган текущей капсулы данной коллекции у Юлии Вейв. Цены 25 тысяч свитер. Я вас предупреждала, что это российский люкс и по качеству, и по подаче, и по концепции самого бренда, и по лайфстайлу создателей, идейного вдохновителя. Вот это продолжение зеленой капсулы в совершенно изумительном electric blue цвете. Точно такие же костюмы. Брючные. Майки алкоголички актуальные сейчас в рубчик. С вот такими интересными лямками надо будет посмотреть, примерить. Майка у нас стоит 6 тысяч. Это трикотаж, это хлопок. Вот такая классная рубашка с интересной фактурой. Видите, да, какая у нее сжатая ткань. Очень красивый цвет. И вот есть нежно-голубые костюмы из той же капсулы. Вот это базовая линейка. Просто изумительный вариант для работы. Актуальные жилеты, брюки с защипами. Кстати, шорты бермуды хорошие. Тоже трикотаж, футболки, жакеты. Вот это вот что-то очень-очень интересное. С контрастной окантовкой. Такое вещи точно. Даже в серой вы не останетесь незамеченной. Здесь у сид коллекция комфортная. Можно так ее назвать. Комфортная часть коллекции. Из натурального органического хлопка. Вот тут на бирочке написано, что это эко-линейка. Ограниченная коллекция. Также на бирочке можно прочитать, что изделие сделано из бамбука. Футболка оверсайз. 8000 рублей. Шорты. Прекрасная, очень нежная, шелковистая майка. Давайте посмотрим с вами вточной шов, чтобы точно узнать состав. 70% бамбук, 30% хлопок. А бамбук это супер дышащий материал. И вот здесь вот представлена еще одна часть капсулы. Очень красивое платье, кстати. Тяжелое-тяжелое. С плотного хлопка. Супер женственные. Такие вот розовые косухи. Это все натуральное. Кожа. Шорты бермуды в пыльном персиковом цвете. Давайте посмотрим цены на косухи. 70 000 рублей. Курка в стиле оверсайз. С плотной кожи. А вот это платье белое. Просто замечательно. На лето, на жару. Оно короткое, дышащее. И рукав есть. То есть не совсем голое плечо и подмышечная зона. Она закрыта. И при этом оно короткое. Очень нежное. Очень девичье. Красиво должна смотреться грудь. Такая. Потому что сборочка. Даже если грудь небольшая. Она создаст эффект. Вот здесь вот тренчи. Которые являются постоянным элементом коллекции. Их повторяют из сезона в сезон. И из года в год. Они очень крутые, конечно, девочки. Это российский люкс. Это чувствуется по материалам. По их плотности. По их качеству. Я могу сказать, что в данном случае цена оправдана. Действительно, девочки. Это не сравнится с условной зарой. Жакет стоит 33 900 рублей. Но слушайте. Жаль, через экран вы не можете ощутить фактуру и качество пошива. Посмотреть. Вот эта вот куртка очень интересная. Из такой состаренной кожи. Как будто ее уже любили носили. Смотрится очень круто. И вот ее стоимость. Ну что. Начинаю примерять первый комплект. Еще надену сверху пиджак. Сначала покажу вам, чтобы было хорошо видно брюки. У них вот такая актуальная, модная сейчас слегка заниженная посадка. Я, конечно, человек, который привык и любит к посадке именно на талию. Незавышенная на талию. А вот это то, что у нас является трендом. Даже иногда еще ниже падают. Прямо вот на косточку брюки. Чтобы получалась мужская-мужская посадка. Я сейчас стою в лодочках. Чтобы вы видели полную длину. Тут прям высокая шпилька, девочки. И можно точно так же носить эти брюки с плоским ходом. С грубыми ботинками. С кроссовками. Это все сейчас смотрится актуально, стильно. Также на мне майка, врубчик с теми самыми интересными лямками. Можно их как-то сбросить с одного плеча. То есть создать вот такую вот асимметрию. Можно полностью поднять наверх и сделать симметричными. Давайте посмотрим с жакетом. Вот так вот выглядит костюм полностью комплектом. У меня здесь та же майка. У нее есть вот эти вырезы. Немножко они выглядывают. Может быть я бы, если с жакетом, то носила полностью футболку. Ну чтобы не было вот этого вот. То есть гладкая верхушка. Гладкая декольте, чтобы было у футболки. На мне и жакет, и брюки, и майка. Все в размере S. Брюки мне чуть-чуть. Сейчас покажу. Великоватые. Вот здесь вот есть небольшой запас. Ну в принципе окей. Меньше наверное не нужно. Потому что иначе уже не так красиво они бы смотрелись в районе бедра. Жакет тоже S. Как вы можете видеть, он имеет легкую, легкую, легкую девочке. Актуальную приталенность. Он не суперквадратный, не суперогромный и прям мужской. Он аккуратный, мужской, но женственный. Мне очень нравится цвет, конечно, сезона. И я вам писала в инстаграм, в сториз точно. Я, по-моему, даже уже на ютуб где-то об этом говорила, что зеленый цвет, вот эта вот яркая-яркая зелень, это не только этого лета цвет. Он будет и следующей осенью. Поэтому если вам нравится, покупайте, носите. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение актуальной зеленой темы. Покажу вам такой комплект. Внизу осталась та же майка, которая была с зеленым костюмом. И на мне появились джоггеры из хлопка. Я вам покажу чуть позже еще комплект именно из эко-коллекции, из бамбука, потому что мне хочется примерить и почувствовать, есть ли разница в ощущениях вот вещей из бамбуковой ткани. Здесь же такие вот белые джоггеры. Я взяла специальный размер M, чтобы они сидели супер свободно, потому что это смотрится намного выигрышнее и актуальнее, чем когда джоггеры у вас будут вот так вот сидеть, все обтягивать, и это будет смотреться некрасиво. Меня абсолютно никак не беспокоит и не волнует, что, возможно, они меня полнят. То есть свободные джоггеры еще и в M размере. На размер больше, чем мне, в принципе, нужны были бы джоггеры. Но мне окей. И тут еще сзади и есть вот эта вот снова надпись. Она сейчас, конечно, зеркальная. Act like a lady, play like a beast. То есть это та же часть текущей весенне-летней капсулы. Сверху я набросила огненный абсолютно свитер. Я обожаю вот такую простую гладкую вязку в рубчик или в небольшие какие-то косы. Это просто моя любовь. Но вот именно такой рубчик мне нравится больше всего. Размер тоже взяла побольше, чтобы это было вот так объемно свободно. Я еще его надену, чтобы вы видели именно, как он садится. Это ML. Есть еще размер SM. Но цвет просто бомбически. Видите разницу, кстати, оттенков вот этот? Потемнее, погуще. И хочется даже сказать поспокойнее. Костюм более такой яркий, более ядреный. Но это тоже круто. Просто фишка в том, что оттенков-то много у зеленого. И можно найти под себя 100%. И вот так вот свитер в огромном размере ML смотрится на мне в надетом формате. Мне очень нравится. Так стильно. Это так стильно, небрежно и расслабленно, небрежно. В общем, это просто я. Я вот готова жить в таких комплектах в прохладную погоду. Сейчас в Москве плюс 35, наверное. Поэтому, конечно, на улице я в этом выйти не смогу. Но вот ранней осенью, поздней весной, прохладным летом, в конце лета в августе, летним вечером. Это же просто идеально. У вас какие-нибудь базовые здесь могут быть джинсы, те же джогеры любого цвета. Они могут быть серые, черные. Но с белым это, конечно, супер свежо смотрится. С голубыми джинсами, с белыми джинсами. И вот такой вот вариант. На мне сейчас тапочки могут быть, кроссовки вообще без проблем. И просто вот этот яркий свитер, который делает весь образ сразу более интересным, ярким, модным. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, далеко не отходя от темы спортивной, казуальной, комфортной одежды, сразу примеряю комплект из органической эко-коллекции, из бамбука с хлопком. И девочки, да, есть разница в ощущении. У меня вещей в моем гардеробе из бамбука нет на данный момент. Но, слушайте, это нечто невесомое просто. Вы не ощущаете эту вещь на себе. И мне кажется, вот для тех, кто в жару страдает, не знает, что носить, при этом лен не любит, потому что лен мнется, лен кому-то жесткий. Девочки, бамбук это ваше решение ситуации, потому что это такая дышащая ткань. Вы ее вообще не ощущаете на себе. Она мягкая, и она, я думаю, не будет так мяться, как лен. Поэтому очень рекомендую, присмотритесь. Ну, это просто чистый кайф. По-моему, на мне размер S. Я вам, как всегда, все подпишу, все везде оставлю. И вот такие вот веселые шортики. Я их надела с шлепками. Кстати, круто сюда встали бы грубые сандалии. В стиле сандалий деда, в стиле сандалий Шанель. У меня есть такие. Вы могли их видеть в моих образах. В этот раз у меня будет другая обувь, поэтому на ней акцентироваться не будем. Шорты классные. Они уже из другой фактуры. Они более рыхлые, более такие. Вот сейчас вам должно быть хорошо видно. Материал более плотный, более объемный. На мне шорты в размере S. Они прям короткие. Мне, конечно, хочется, чтобы у меня были более загорелые ноги. Чтобы я вам показывала такие короткие вещи еще и в белом цвете. Но все равно смотрится неплохо. И опять же, на жару, когда плюс 32, 3, 5 градусов. Вот такой вот комплект. Прекрасно. Не кажется, что вы в трусах. Не переживайте. Но на всякий случай, чтобы ничего не просвечивало, под белые вещи обязательно надеваем телесного цвета белье. Не белого. Такой вот комплектик. Просто пройтись, прогуляться. Конечно, в ресторан, девочки, на работу. Мы в этом не идем. Но выходной день в жару почему бы и нет. Даже если ваш выходной день тогда, когда у всех будний, если вы просто пошли по делам, то, в принципе, даже в городе это уместно. Просто не в ресторане, а зайти взять кофе на вынос в кофейню, например, почему бы и нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот комплект, который мы видим. Видели с вами в зале это шорты Бермуды. Абсолютно офисный вариант на самом деле. Вот, девочки, искренне так считаю, мне часто спрашиваете, можно ли шорты на работу. Да, можно, потому что, ну, это почти как юбка. Это же не пляжные шорты. Это не джинсовые шорты. Это не короткие шорты. Это длинные шорты длиной как юбка. Почему бы их не носить на работу? Более того, Бермуды иногда бывают еще длиннее. Хотя здесь они абсолютно приличной длины. Из абсолютно костюмной ткани в мелкую, неконтрастную полоску. Есть вот такие вот кармашки. И также к ним тоже в зале мы с вами видели. Есть жилетка. Очень круто смотрится. Вот на жару, когда невыносимо просто в каких-то пиджаках. Да, и даже в рубашках. Хотя в офисах обычно работают кондиционеры. Но у всех разные офисы. Давайте тоже это принимать. Вот такая жилетка на голое тело. Конечно, если у вас позволяет так одеваться дресс-код, на мой взгляд, это просто замечательный вариант. Все очень аккуратненько сидит. И верх, и низ на мне в размере S. Просто кайф. Вообще замечательно. Просто вот с закрытыми лодочками даже. И можно идти на работу в офис. Очень приятная по фактуре ткань. И чувствуется, что это шерсть. Потому что чуть-чуть она колется. Но лично мне это не доставляет каких-то капитальных неудобств. Наоборот, чувствую, что носишь натуральный материал. Вот такие вот маленькие-маленькие пуговки. Тоже все брендированные. Прорезные как бы кармашки. На шортах я, по-моему, сказала, что карманы есть. Очень красивый деловой комплект. Девочки, я не могу. Я не могу даже передать словами, насколько это платье обалденное. Право. Первая мысль, когда я его надела и застегнула, это насколько безупречно оно село. На мне размер XS, и оно как будто сшито на меня. То есть это невероятные лекалы. Это первое. И вторая мысль, что это для летнего платья настолько роскошно, что в нем можно просто выйти замуж даже. Правда, серьезно. Если у вас планируется современная, расслабленная свадьба не с тысячей гостей, а для своих, и вы ищите какое-то платье не за миллион рублей, а чтобы, возможно, даже носить его потом, великолепный вариант. Сюда можно добавить какие-то украшения. Можно поставить, наоборот, акцентные серьги, здесь оставить все чистым. И знаете, что еще? Там вот такая вот спинка. Это просто сказка. И, кстати, даже есть карманы. Оно еще и удобное, не только красивое. И, девочки, я в этом платье без белья ничего не видно вообще. Даже со вспышкой не будет просвечивать. Здесь два слоя очень плотного хлопка, матового, качественного. Изумительная. Посмотрите, какая сборка. Как красиво. И, кстати, юбка тоже двойная, плотная. Опять же, ничего не будет просвечивать. Правда, очень красиво. И очень комплементарно сделан лиф. Даже если вы обладательница небольшого бюста, как я. Вот эти вот сборочки под грудью, расходящиеся, создают небольшой объемчик. И вообще эффект... Ну, я даже не знаю. Здесь даже речь не о песочных часах. Вот просто статуэточка в этом платье. Феноменальная посадка. Просто феноменальная. Вообще, такая красота. Но спинка, это, конечно, отдельный вау-эффект. Очень круто. И круто, когда платье с открытой спиной можно спокойно надеть без белья, не переживая ни за что. У меня восторг полный. Субтитры сделал DimaTorzok. И еще один образ, который я покажу вам из Yulia Wave. И это, мне кажется, такой прям signature look для бренда, для самой Yuli. На мне супер объемная кожаная косуха. Это one size идет размер. То есть она в одном размере, простым языком. Она очень тяжелая. Сделана из очень плотной, добротной, мягкой кожи. Вот так вот вблизи. Постараюсь показать вам фактуру, чтобы было видно. Она такая икристая, рыхлая. Я очень люблю такую кожу. Мне она очень нравится. Она смотрится очень живой. Ну и как вы можете видеть, на меня она, конечно, села очень объемно. Мне это очень нравится. Я это так люблю. И это прям эстетика бренда. Это вот тот look, та посадка, тот vibe, как сейчас принято говорить. То есть то настроение, которое у меня ассоциируется, когда я думаю, услышу название Yulia Wave. Такая вот немножко состаренная фурнитура. И даже здесь есть брендинг. И даже на собачке на замке есть брендинг. Слушайте, девочки, это очень круто. Вот здесь везде внимание к деталям просто феноменальное. Вы реально чувствуете, ощущаете капитальность подхода. И почему это все столько стоит. И это тот случай, когда ты понимаешь, почему ты платишь такие деньги за люкс. Иногда с западными брендами это не всегда понятно. Ты меряешь джинсы, например. Недавно у меня был шоппинг-клог, где я перемерила 33 пары джинсов. И в том числе люксовые. И ты меряешь, например, Хлоя и не понимаешь, почему они стоят 80 тысяч. А здесь, да, это дорого. Но это очень круто. Я не ожидала. Честно. Превзошел мои ожидания бренд абсолютно. У меня он самой. Я вам честно могу сказать. Как я вначале говорила, это видео не спонсировано ни одним брендом. Я не заинтересована никого хвалить или, напротив, не хвалить. Но я вам говорю свое честное мнение. И изначально, до того, как я решила, что я буду снимать, пока я просто наблюдала за брендом и за Юлей, у меня внутри был вопрос, почему это столько стоит. Но я вам честно могу сказать, видно, почему это столько стоит, когда ты примеряешь эти вещи. И у меня такая гордость за то, что у нас в России есть люди, которые создают такие вещи, которые задают такой уровень. Вы молодцы, ребята. Также на мне брюки классного цвета, тоже с такой мужской посадкой. Это размер S, но они мне прям, прям вот они мужские, большеваты, падают прям на бедра. Круто будет смотреться. Опять же, с кроссовками или с какими-то группными ботинками. Я сейчас надела со шпилькой, но очень хочется поменять на какие-нибудь кроссы белые. Сюда бы я поставила лькеды. Прям вот такая вот классика-классика. Полная длина. Конечно, если мы обуем с плоским ходом, то у нас будет сборка внизу, но это все актуально, стильно, современно смотрится. И та самая футболка с бамбуком из бамбука, которая была на мне в образе с шортами. Так, ну что, здесь у меня все. В Юлия Вейв. И сейчас, девочки, будет нестандартное продолжение шоппинг-влога, потому что вы окажетесь у меня дома. Мы сейчас отправимся ко мне домой и распакуем посылку, которую прислал мне еще один бренд. Я сделала запрос, сказав, что я планирую снимать такое видео с обзором российских брендов. Это снова будет не реклама. Повторю еще раз, но лучше еще раз повторить. Никто не платил за участие в этом видео. Мне просто прислал бренд вещи, потому что был достаточно дружелюбен и захотел поучаствовать. Поэтому мы сейчас переместимся, и я сделаю примерку дома, так как не у всех российских брендов есть стационарные магазины. Поэтому вот такое продолжение. Ну что, а теперь вот так вот внезапно, и на самом деле я проанализировала это первый раз, когда в формате шоппинг-влога, то есть когда мы идем с вами по идее по магазинам, это видео продолжается, переезжает ко мне домой, и мы продолжаем съемки здесь. Есть те бренды, которые делают совершенно потрясающие вещи, но по тем или иным причинам у них пока что нет стационарных магазинов и шоурумов в Москве. И одним из таких брендов является бренд E-Vid. На самом деле, если вы смотрите мой инстаграм, я не знаю, какой раз за это видео я скажу эту фразу, потому что помимо того, что этот ролик необычен тем, что мы меняем локации постоянно, он еще и самый долгий за всю историю моего ютюба в плане съемок. Я снимаю его, девочки, 4 дня. Это рекорд мой. В моем инстаграме вы могли видеть в сториз точно, в постах тоже, какие-то вещи бренда E-Vid. Это российский, московский бренд, они делают совершенно изумительные вещи, крутого качества. Там много вложено и заложено в качество материалов. Например, у них есть изделие, жакеты из шерсти Максмара. И это реально ткань от бренда Максмара, которая остается у них от предыдущих коллекций. И дальше этот бренд ткани продает просто свободным покупателям. На самом деле, это абсолютно нормальная практика. Я это знаю совершенно точно, потому что у меня за плечами есть опыт работы с дизайнерами. Я была директором дома моды российского дизайнера в свое время, если кто-то не знал. И мы работали с представителем, который поставлял нам ткани Валентина и Шанель. E-Vid же работает точно с тканями Максмара. И в целом у них очень качественные материалы. Это то, с чего я начала. И очень большой упор делается на хороший крой и посадку. И я вам сегодня покажу буквально 4 вещи. Но это будет 2 комплекта, в общем-то. Естественно, я как человек, любитель жакетов, большой любитель жакетов, не смогла не попросить, чтобы мне предоставили для съемок вот такой вот костюм. Это новинка. Костюм с жакетом не удлиненным. Он не кропнутый. Вы увидите, я все примерю на себе, чтобы вы понимали, как вещи сидят. Покажу фактуру поближе, потому что в данном формате я не могу сделать быстренько зум, пока говорю. И вы все увидите. Это жакет не сильно короткий, не сильно длинный. И шорты, бермуды супер актуальная сейчас вещь. Отдельно хочу остановиться на материалах. Я уже сказала, что бренд уделяет этому большое внимание. И это очень круто. Но меня всегда радует то, что E-Vid выбирает нестандартные, нескучные какие-то фактуры интересные. В частности, здесь. Здесь, но это надо видеть. Здесь и прошитые нити, плетения какие-то. Это очень красиво. И, кстати, мы идеально с этим жакетом сейчас гармонируем по цветовой гамме. Может быть, вам не видно. Но тут точно такой же темно-синий оттенок, как в моем платье. И такой же бежевато-серый, опять же, как у меня на платье. Жакет классный. Это размер S. Параметры. Ну, я сто раз это уже сказала за это видео. Все есть в инфобоксе. Можете проверять. На самом деле, вы можете купить костюм. Вы можете купить отдельно жакет и носить его с джинсами просто. То есть, если шорты, например, вам не нужны. Или у вас уже есть. Или вы их вообще не носите. Потому что мы все разные. То просто с синими джинсами идеально. Да даже с белыми, с черными. Это будет смотреться классно. Или с какими-то другими брюками. Тоже однотонными, например, темно-синими из вашего гардероба. Изумительные варианты. Причем ткань очень плотная. Это не хлипкий какой-то летний жакет. Это хороший, добротный жакет. С очень грамотной, качественной посадкой. Которую можно носить весь сентябрь. Если у вас теплая осень. Кто живет на югах, вы можете носить его до глубокой осени вообще. Совершенно точно. И даже такой средней весной. Когда вроде бы тепло, но еще не жарко. Тоже классная вещь. И покажу еще шорты рядышком тоже. Хотя в примерке вы их на мне уже видели. Классные бермуды. На самом деле сели как влитые вообще. Хотя их, конечно, не по мне шили. Но сели очень круто. Здесь у нас защипы спереди. Кармашки. Посадка на талию. Сзади абсолютно гладкие. Ничего лишнего. Плотные. Белье не просвечивает. Классные-классные шорты. Прям. Ребята, вы молодцы. Это у меня размер XS 40 российский. И покажу вам еще один комплект. Очень интересный. Трендовый. Он включает в себя, поддерживает тренды актуальные этого сезона. Но при этом точно такой. Вы совершенно ни на ком. Ну, это такая мизерная вероятность. Я уже об этом говорила. Прайне мала вероятность, что в таких же вещах вы кого-то встретите. Потому что обычно наши дизайнеры, они в основном все-таки делают вещи не такими огромными, большими партиями, большими тиражами. И редко их повторяют. Это делают вещи уникальными, коллекционными. В общем, в этом есть свой кайф. А речь у нас идет о вот таком вот костюме. Я знаю, что это супер-супер прям вот с пылу с жару новинка тоже в Ивите. Классный кропнутый топ. Он реально укороченный. Девочки, с открытой спинкой. Это такая нежнятина божья. Это просто вот зефирка. У него рукава. Видите, такие немножко объемные. Снизу на резинке. Вы можете их поднять повыше. Вы можете их опустить в полную длину. Как угодно. Как вам хочется. Какая погода и так далее. И у него классная фактура. Давайте сделаем вид, что этого никто не слышит. Потому что это просто какое-то проклятие. Я подсниму вам обязательно его поближе. У него такие, знаете, это не горох белый на фоне белой ткани. А прям такие вывязанные что ли пупырышки. Я не представляю, как это делают на самом деле. Вот что-что. Это реально интересно, как это делается. И здесь спереди, если что, топ дублированный. То есть здесь два слоя материала. Спинка у нас, потому что открытая. И носить, конечно, такую вещь нужно без белья. Либо с такими чашками, которые клеятся на грудь. Чтобы, если вас там что-то смущает, точно ничего не будет смущать. Но в любом случае он дублированный. И просвечивать ничего не должно. И к этому топу идет в комплект юбка. Но это для таких экстравагантных особ, на мой личный взгляд. Для девушек, которые хотят подчеркнуть свою сексуальность и индивидуальность одновременно. Потому что эта юбка из точно такой же ткани. Вот этой вот рельефной с пупырышками. По сути, это просто такое полотно. Кусок материала с завязками, как вы можете видеть. То, что у нас актуально сейчас. И у топа тоже есть завязки. Которую вы вокруг себя обматываете. И завязываете так, как вам удобно. Это очень круто, потому что универсально можно под себя. Чуть больше у вас размер. Вы на себе завяжете, как нужно. Чуть меньше вы тоже сделаете, как вам будет удобно. Но в чем особенность этой юбки, вы увидите в примерке. Это в детали, которая идет по спинке. По попе, прямо можно сказать. Там такая есть деталька, которая напоминает стринги, я бы сказала. Это интересно. Но я прекрасно понимаю. Я работаю с реальными людьми. Я знаю, что, ну, скорее всего, это не для 99 девушек из 100. Но для многих, тем не менее, это актуально. На самом деле, на лето такой кайф. Вот в отпуск, если вы едете куда-нибудь, счастливый человек в курортном городе. Это абсолютно уместно, наверное. В прошлом видео на своем канале, где я показывала вам свои покупки, если вы его не видели, посмотрите. Я тоже комментировала. Там был костюм с шортами. Но там были очень короткие шорты. Что, если вы находитесь где-то в курортном городе, это одна атмосфера, одно настроение у людей. И это может быть окей. И короткие шорты, и вот такая вот условно-бельевая юбка Парео. Но если это деловой центр где-то, центр большого города, мегаполиса, где люди работают, учатся, вообще, то есть, совершенно другое состояние ума ходить в полупляжных вещах. Я не говорю сейчас про юбку, да, но вот в целом в сильно открытых каких-то шортах или очень-очень открытых топов без чего-либо сверху, не прикрывшись. Это может быть просто неуместно. Вы можете ходить вообще хоть голая, хотела сказать, но лучше не надо. Вы можете носить, ну, все, что угодно. Но правила уместности и того, как вас воспринимают люди, в том числе уместно или нет, вы одеты, никто не отменял. Это происходит на уровне подсознания. И на самом деле, хочется, завершая это видео, а я его наконец-то завершаю, мне страшно представить, сколько в итоге выйдет в монтаже, наверное, длиной в день. Но так или иначе, завершая это видео, мне хочется сказать, что отсмотрев огромное количество российских брендов за эти несколько дней и вообще работая с ними постоянно, меня берет огромная гордость, когда я вижу, как наши зачастую девушки, как они на своих хрупких плечах несут такие серьезные компании, развивают их. И особенно меня берет гордость, когда я смотрю, как наши создатели брендов относятся к своим детищам. Это не те бренды, которые подешевле купить какую-то тряпочку, лишь бы как-то отшить, побыстрее продать и как бы перекреститься и забыть. Я не про такие бренды. Я, честно говоря, о таких даже как бы особо и знать не знаю и всегда отсеиваю и даже не рассматриваю. Я про те бренды, которые вкладывают в буквальном смысле, не имея каких-то оборотов, как корпорации огромные, всем известные сетевые магазины, вкладывают деньги, силы, время в поиск хорошей ткани, в разработку крутых лекал, в то, что они добиваются идеальной посадки под свою визуальную модель. То есть не хватает сантиметров длины, брюк нужно переделать, но добавить. Тут плечо не на месте, надо переделать, но сделать как надо. Вот это круто. Я говорю, у меня даже мурашки по телу, потому что, правда, вы огромные молодцы. Благодаря вам, дорогие дизайнеры, если кто-то из брендов посмотрит это видео, индустрия моды в России начинает поднимать свою голову. Я думаю, это вот где-то в текущие где-то 3-4 года начало наконец происходить. И начинает вообще вставать с колен, поднимать голову и заявлять о себе. И наши бренды носят западные звезды. Знаменитости, стилисты, актрисы, просто it goes и так далее. И это круто. Боже, опять мурашки, блин. Я так счастлива, что на самом деле я придумала этот формат. Почему я такая эмоциональная, кто-нибудь знает. На самом деле это очень круто. Я прекрасно отношусь к всем известной Заре, я ношу ее. Вообще не вижу никаких проблем, но я точно так же ношу российские бренды. И всегда с гордостью заявляю, отмечаю всегда и в инстаграме, и везде, кто на мне, какие вещи я ношу. Потому что поддерживать своих это важно. Особенно в непростые времена, как прошедший год, полтора, скоро уже будет два, наверное. Давайте поддерживать наших дизайнеров. Кто-то иногда, я знаю, ворчит, что ой, а кто это вообще, почему это столько стоит, это что, что это за дизайнер такой. Друзья, нужно понимать такую вещь. У них просто нет такого бюджета, как у гигантской Зары, например, закупать огромнейшими партиями сырье, чтобы это все стоило очень дешево. У них нет такого количества мощностей, производства людей и так далее. Поэтому все делается маленькими партиями. В общем, кто изучал экономику, прекрасно понимается на образовании. И я вас понимаю тоже. Я тоже раньше, когда-то, до того, как я не погрузилась в эту тему и не стала работать в индустрии, я не совсем понимала, что ну как бы, а за что? А вы кто? У вас что, имя известное на весь мир? Или почему ваши изделия стоят так же, как, допустим, ну не люкс, но средний сегмент, но мировой, да, известный на весь мир? Теперь я понимаю, почему это так. И я рада поддерживать те бренды, которые работают на совесть, которые отвечают за качество своих изделий, которые вкладывают всю душу. И мне очень импонирует, когда у бренда капитальный подход. Вот как мы видели с вами, в частности, у Юлии Уэйв, когда у тебя брендированное вообще все, что можно брендировать, когда, ну, вплоть до воды и шоколадок. Хотя это не сложно сделать, но не все это делают, далеко не все, поверьте мне. В общем, резюме такое, что наши дизайнеры молодцы, я желаю им роста, развития и успехов. Если вам это видео, самое главное, было полезно и интересно, я очень надеюсь, если это так, обязательно напишите мне в комментариях. Вообще, поделитесь, какой бренд вам ближе всего. Понравилось ли вам такое видео, такой формат? Если да, если будет много отзывов положительных на подобный обзор российских дизайнеров, я обязательно его повторю через какое-то время, может быть, в следующем сезоне. Потому что я считаю, ну, я уже сказала это 259 раз, нужно наших поддерживать. Спасибо вам огромное за внимание, девочки. Желаю вам прекрасного настроения. Если вы у меня в первый раз в гостях, обязательно подписывайтесь, чтобы не потерять канал и не пропускать новые видео. Крепко вас обнимаю. Берегите себя. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok